В Астане стартовал фестиваль любительских театров. Его программу открыл народный молодежный театр «Собременник» с постановкой «Бумажная роза». В произведения Феликса Кривина столичные артисты привнесли элементы пластического театра. Лично я сама участвую в «Бумажной розе». Там у меня, скажем так, одна из главных ролей. Это также мой первый опыт пластического театра, из-за чего для меня также волнительно показать это другим зрителям. Мне очень интересно, что получится. Это эксперимент нашего театра. На фестивале также выступит театр «Свободный взгляд» из города Кургана. Это первое представление четырехлетнего коллектива за рубежом. Привезли премьерный спектакль, который мы закрывали прошлый год. Он называется «Саракейн 8-14». Это наша театральная вольная фантазия на тему детства, подростковых лет известной британской писательницы Саракейн, которую почему-то очень все боятся ставить и вообще говорить о ней в России. Поэтому мы решили пофантазировать на эту тему. Кроме основной программы, фестиваль включает в себя проведение мастер-классов. Их проведут заслуженный деятель Кыргызстана Сергей Матвеев и актриса пластического театра Эльмира Фатыхова. Красоты пяти китайских провинций представили в четвертой части выставки «Великолепный Китай». Экспозиция открылась в Национальном музее в Астане. Более ста фотографий отражают достижения в социальном, экономическом и культурном развитии западного Китая за последние 40 лет. Сегодняшняя выставка еще раз показывается местным друзьям настоящий Китай, современный Китай. Но здесь еще есть и современная экономика, современная промышленность. И между вот этими пятью провинциями в каждой провинции есть сотрудничество с Казахстаном. Шэньси, Ганьсю, Цинхай, Гуйчжоу, Юньнань. Каждая провинция особенно по-своему. К примеру, Юньнань – центр притяжения туристов со всего мира. Тут можно увидеть невероятные пейзажи с разнообразными ландшафтами, которые формируют заснеженные горы, рисовые поля, озера и ущелья. Но это далеко не единственное место, куда можно отправиться, открывая для себя великолепный Китай. В провинции Юньнань очень известна во всем мире по туризму. Там природный пейзаж – просто чудо. Просто чудо. И там еще есть провинция Ганьсу. Но в провинции Ганьсу тоже много городов при историческом шоу-гу-гу-джи. Там много, допустим, Тунгхуан. Тунгхуан тоже известен во всем мире. Тунгхуан – там много городов. Мы с соседней страны, мы должны часть друг к другу, как к родственникам. В экспозиции представлены работы не только профессиональных фотографов. Тут можно увидеть и снимки любителей. К примеру, народные гуляния в традиционных костюмах, изображения ремесленников, а также национальные танцы – момент, который никогда не повторится вновь, но останется в памяти, как минимум, у посетителей выставки. Труппа театра «Жастар» уже взялась за репетиции постановок для нового 12-го сезона. До конца этого года жители и гости столицы станут свидетелями четырех премьерных показов. Сейчас репетиция в самом разгаре. Мы готовим «Айман Шулпан», «Омер», также планируем поставить «Корпет». Конечно, мы бы хотели, чтобы все эти постановки были известными не только в Казахстане, но и в Средней Азии, в Европе и даже за океаном. На сегодняшний день репертуар «Жастара» насчитывает более 30 спектаклей, при том, что актеры театра успели отличиться не только на сцене, но и яркими образами в кино. Причина успеха театра и того, почему мы стали известными, это художественный руководитель театра, профессор, академик и главный режиссер Нурканаджа Кэбэй. Все наши актеры – выпускники его школы. Актер, который пришел к нам, должен уметь и петь, и танцевать. Только благодаря этому наш театр всегда отличается от других. Кроме подготовки примерных спектаклей с постановкой «Кызжебек», театр планирует принять участие в республиканском фестивале, приуроченном к 80-летию Рейнбека Сиитметова в Алматы, а также выступить на фестивале «Средняя Азия» в Талдыкургане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова